Добрый день, друзья! Сегодня будем печь сдобные булочки улитки. Расскажу, почему у меня тесто остается нежным и мягким долгое время, что нужно класть в тесто, и чем лучше смазывать выпечку, чтобы она была вот такой румяной, красивой и глянцевой. В миску или чашу миксера выливаем по 200 мл теплого молока и теплой воды. Добавляем сюда 2 столовые ложки сахара, остальное пока отставляем в сторону. И высыпаем 10 г сухих дрожжей, свежих берите в 3 раза больше. Перемешиваем венчиком и оставляем на 15 минут для активации дрожжей, накрыв тонким полотенцем. Теперь размешиваем дрожжи и высыпаем оставшийся сахар, всего нужно 120 г сахара, чайную ложку соли, 2 яйца разделяем на желтки и белки, желтки оставляем для обмазывания булочек, а белки добавляем в тесто. И еще выливаем 90 мл растительного масла без запаха. Чашу устанавливаем на миксер и замешиваем тесто с помощью насадки крюк. Я делаю это на средней скорости миксера. Сначала перемешиваем все ингредиенты до однородности, а затем постепенно всыпаем просеянную муку. Всю муку сразу в один прием никогда не добавляйте, потому что ее может уйти чуть больше или чуть меньше. Ее количество зависит и от качества самой муки, и от размера яиц или белков, желтков. У меня сегодня ушло 820 г муки. И, как вы заметили, сегодня я добавила в тесто только белки, не желтки и даже не целые яйца. Тесто на белках отличается особенной мягкостью, и изделия остаются мягкими в последующие дни после выпекания. Если вы не пробовали готовить тесто только на белках, я вам очень рекомендую. Вы будете приятно удивлены, насколько тесто получается воздушное и мягкое. Вымешиваем тесто в миксере 5-6 минут, если руками, то где-то около 10 минут. Тесто должно быть мягким, не забитым мукой, нежным и эластичным. Допустимо, что тесто может слегка липнуть к пальцам, поэтому перед работой с тестом желательно руки смазать тонким слоем масла. Итак, округляем тесто, кладем в смазанную маслом миску, накрываем тонким полотенцем и ставим в теплое место на подъем, приблизительно на час 20-полтора. Я всегда тесто ставлю на подъем в электрическую духовку, включенную на 40 градусов, дверцу закрываю. Если тесто будет долго стоять на расстойке, 2 часа и более, то у него может появиться неприятный запах дрожжей, который крайне не нравится многим хозяйкам. Тесто должно увеличиться как минимум в 2,5 раза. Обминаем его и перекладываем на рабочую поверхность. Тесто получается настолько нежное и приятное, что с ним хочется работать и работать. Делим тесто на 8 одинаковых по размеру кусочков. Каждый кусочек, если взвесить, должен быть по 185 граммов. Кусочки получаются довольно большие, но из каждого кусочка теста у нас получится 2 булочки. Теперь каждый из 8 кусочков теста округляем. Посмотрите, какое воздушное тесто. А теперь подкатываем и шарики теста кладем под пакет, чтобы не заветривались. Оставляем так на 10-15 минут. Стол подпыляем мукой и раскатываем шарик теста в тонкий пласт. Тесто легко раскатывается, без усилий. Раскатывайте тесто приблизительно вот до такой толщины. Смазываем тесто тонким слоем растопленного и остывшего сливочного масла. Разрезаем пласт теста пополам. И каждую часть складываем веером. Получившуюся заготовку немного растягиваем руками. Также складываем и вторую часть теста. И теперь каждую заготовку сворачиваем улиткой. А свободный край теста подворачиваем под низ. Расплющиваем заготовку руками. И получаем булочку-улитку. Она красива и необычно выглядит после выпечки. А в разрезе будут видны слои. К тому же сливочное масло придает готовым изделиям тонкий сливочный вкус и аромат. Таким же образом делаем все остальные булочки. Если вам нравится корица, то можно немного рассыпать ее на сливочное масло перед сворачиванием булочки. Друзья, а сейчас не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Перекладываем красивые заготовки на противень, застеленный бумагой для выпечки. У нас получится 16 булочек, которые идеально помещаются на один стандартный противень от духовки. Накрываем пакетом и полотенцем и оставляем на расстойку на 20 минут. А два желтка, которые у нас остались, мы смешиваем с двумя столовыми ложками молока. Полученной смесью обмазываем каждую булочку. Делайте это аккуратно, потому что тесто уже подошло и оно очень воздушное. Именно смесь желтка и молока придает выпечке тот самый глянец и румяный цвет, который так привлекает всех любителей выпечки. Ставим улитки выпекаться в заранее нагретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Режим верх-низ без конвекции. Посмотрите, какая получилась красота! Когда за окном холодает, нет ничего лучше, чем приготовить вот такие булочки и насладиться теплом домашней выпечки. А аромат развеивается по всему дому и удержаться просто невозможно. В каждой булочке идеально все. От мягкого воздушного нежного теста до красивой формовки и румяного глянцевого цвета. Пробуйте, жду вас в комментариях. И не забудьте поделиться видео с друзьями. С любовью, Евгения и Кулинарный канал. Это просто! Субтитры сделал DimaTorzok